Сколько стоит привезти BMW из Германии? Какие BMW выгодно везти из Германии? И могут ли цены на BMW из Германии заставить вас полюбить эту марку? Сейчас всё расскажу и покажу. Но прежде напомню, что из-за таможни выгодно возить только машины в возрасте 3-5 лет, и именно такие машины я буду рассматривать. Цены я называю окончательные, с доставкой, оформлением, глонасом и всеми платежами, но это цены начальные, то есть по самому-самому низу рынка. Ну и по умолчанию, все машины на автомате. Это важное отступление, потому что в Германии даже BMW X4 бывает на механике. Всё, погнали! BMW первой серии. Машину с автоматом и дизельным мотором объёмом 1,5 литра можно привезти от 1,350,000 рублей. Если мы откроем автору, то увидим, что у нас цены на единички начинаются от 1,5 миллионов рублей, причём предложений за эти деньги с каждым днём становится всё меньше. Вдобавок, что за 1,5, что за 2,2 миллиона моторы у всех продающихся у нас единичек безальтернативно с тремя цилиндрами. Он, мотор, конечно, хороший и надёжный, но взгляд у нас в стране консервативный, поэтому многие считают, что езда на этом двигателе – это скрытая поддержка ЛГБТ-сообщества. Так что, если бюджет позволяет, то лучше везти из Германии божественный двухлитровый дизель. С таким мотором единичка будет стоить от 1,6 миллиона рублей. На этом вкусности не заканчиваются, а только начинаются. Единичку с дизельным двухлитровым мотором и полным приводом можно привезти от 1,9 миллиона рублей. А от 1,9 миллиона рублей можно взять BMW 125 с дизельным или бензиновым двигателем 2.0 на 224 силы. С этими моторами единичка катапультируется до сотни за 6,1 секунды, а максимальная скорость составляет 243 км в час. То есть динамика в точности, как, например, у мини-GCV, только при этом у вас будет машина с нормальным приводом. С учётом того, что у нас за GCV того же года просят также от 2 миллионов, по-моему, это сделка века. И реальный способ не только обмануть систему, но и сделать это красиво. Потому что у нас за 2 миллиона умудряются предлагать голые единички 17-го года с тремя цилиндрами, в то время как единичка здорового человека, привезённой из Германии, выглядит так. Солнцезащитное остекление, большая навигация, камеры, CarPlay, адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков, ассистент предупреждения столкновений, поясничный подпор, Harman и роскошная двухстволка выхлопа вместо позорной пипки трёхцилиндрового мотора. Ну и, конечно, самая крутая опция для единички из Германии – штатный заводской фаркоп. Это так же круто, как задний дворник на 911-м. Переходим к BMW 2-й серии, и они в Германии почему-то капец дорогие. Купе обойдётся от 1 миллиона 750 тысяч рублей, и то, если подвернётся машина по низу рынка с мотором 1,5 литра. А если машина с двухлитровым мотором, то цена от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Не дёшево. Но у нас эти машины стоят ещё дороже. Правда, рестайлинговых машин практически нет. За единственное купе 2019 года просят аж 2,3 миллиона рублей, и это голая машина с тремя цилиндрами. Но, как по мне, единственное оправдание существованию двухдверной второй серии – это то, что есть кабриолет. Причём с классическим мягким верхом, и именно его и надо брать. Цены на двушки кабрио из Германии начинаются от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Увы, цены сравнить не с чем. У нас продажи кабрика второй серии нет вообще, но это всякое интереснее голого купе за 2,3 миллиона. Ещё у второй серии BMW есть непонятный отросток, который к BMW по-хорошему вообще никакого отношения не должен иметь. Я говорю про машины, созданные на переднеприводной платформе MINI. Самый доступный из них – BMW второй серии Active Tourer. Машина с полуторалитровым дизелем и автоматом обойдётся от 1 миллиона 400 тысяч рублей. Его чуть более крупный брат – BMW второй серии Grand Tourer с автоматом обойдётся от 1 миллиона 460 тысяч рублей. Впрочем, как по мне, Active Tourer стрёмный, и единственное, что может заставить его купить – это версия с индексом 225, которая оснащается бензиновым или дизельным двухлитровым двигателем мощностью 231 лошадиная сила. BMW 225 Active Tourer можно привезти от 2 миллионов рублей. И тогда сбудется давняя мечта очень многих людей – вы получите мини-GCV, на котором можно не только ездить в Икею, но и, наконец-то, увезти из неё шкаф. Также от 2 миллионов можно взять полноприводный BMW 225 Active Tourer, то есть этот GCV, на котором в Икею можно будет ездить не только летом. Но, повторюсь, Active Tourer стрёмный, а вот Grand Tourer – клёвый. На богатую машину приятно смотреть и не стыдно показать друзьям. Но у него нет версии 225, так что пока лучшее, что создано на платформе мини – это BMW X1. BMW X1 из Германии с передним приводом и автоматом обойдётся от 1 миллиона 750 тысяч рублей. С механикой такая машина обойдётся вообще от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Если вам нужен двухлитровый дизель с автоматом, то готовьтесь выложить от 1 миллиона 900 тысяч рублей, а полноприводный X1 можно привезти от 2 миллионов. У нас цены точно такие же, но вот состояние машин явно другое. К примеру, если мы откроем на Автору отчёт про авто по первой машине, то окажется, что когда-то она была вот такой. Ну и ещё немного про вкусности. Помимо машин с панорамой, большой навигацией, хадап-дисплеем и адаптивным круизом, в Германии есть модификации X1, 25D и 25i с двухлитровым мотором на 231 силу. И это мини-GCV здорового человека. Да ещё и по цене GCV. Такие BMW X1 из Германии обойдутся от 2 миллионов 100 тысяч рублей. У нас в продаже есть одна единственная машина с этим мотором и просят за неё аж 2,9 миллиона рублей. За BMW X2 из Германии просят от 2 миллионов рублей. У нас цены начинаются от 1,9 миллиона, но не спешите радоваться. Как и в каком состоянии продают X2 у нас, я показывал в ролике на канале Автору. Я инвалид, но в стабировке я ездил. Я присмотрелся X4. А что это такое за... Побольше. Крепёж капота крученый. Кстати, под ним тоже вот эта чёрная плёнка непонятная. Такая должно быть, я не знаю. Но она без окрасов. Без. Без. Вы можете этой штукой проверить. Всё родное, краска родная, ничего, как бы всё в идеале. Крыло сделано, крашеная стойка. Здесь вот это всё накладка, это шпакля. Она у вас не аварийная? Нет. Ну, вы же видите. Замотанная. Спасибо большое. X2 из Германии в модификации с 231-сильным двигателем обойдётся в 2 миллиона 700 тысяч рублей. И в покупке такой машины уже точно нет никакого смысла, потому что за эти деньги можно пригнать обалденную BMW 3-й серии. Цены на дизельные трёшки F-серии с самым желанным 2-литровым дизелем и автоматом начинаются от 1 миллиона 570 тысяч рублей. Если откроем Автору, то увидим, что у нас цены на трёшки этого же года начинаются с 1,6 миллиона, но это за бензиновые машины, а за дизельные просят от 1,7 миллиона рублей. Дизельную трёшку с полным приводом и автоматом можно пригнать из Германии от 1 миллиона 800 тысяч рублей. На Автору цены на такие машины начинаются с 1,9 миллиона. Ну а по цене ошпаренного X2 из Германии можно пригнать куда более ошпаренную BMW 335D. С дизелем на 313 сил такая машина выстреливает до сотни за 4,8 секунды. Если что, это показатель М3 в кузове Е92. Только благодаря дизелю и полному приводу 335D показывает эти цифры всегда, везде, по любой погоде и хоть 20 раз подряд, не требуя при этом замены вкладышей после каждого новолуния. Привезти BMW 335D из Германии можно от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Причём самое крутое, что внешне ничего не выдаёт волка в овечьей шкуре. Но у нас почему-то в почёте более медленная бензиновая 340i, но зато с красивым раздвоенным выхлопом. Её можно привезти из Германии от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Если откроем Автору, то увидим всего одно такое же предложение, за него просят 3,1 миллиона. Привозить BMW из Германии есть смысл не только из-за цены и состояния, ведь отдельный фетиш — это опции, и особенно для бомвистов. А после нашей автомобильной кубы и фиксированных одинаковых комплектаций от разнообразия вкусностей может снести башню. Для трёшки BMW доступны хедап-дисплей. Все ассистенты водителя спорят, что никто даже не догадывается вот об этой полоске кнопок под рулём. Панорамная крыша. Про полностью адаптивный свет, который умеет затенять встречные машины, вы, если и слышали, то только из моего же ролика про пригон трёшки BMW. А про цифровую приборку знают только самые упоротые любители дооснащения. Но самое главное, о чём не догадывается никто, для трёшки доступно исполнение индивидуал, включая в том числе и отделку передней панели кожей. Трёшка BMW G-серии тоже уже стала проходной. Цены на неё начинаются от 2 миллионов 470 тысяч рублей. На автору первое предложение 2,6 миллиона, а по сути цены начинаются с 2,7. Гран-купе F36, то есть четырёхдверку, можно привести от 1 миллиона 850 тысяч рублей. Просто купе четвёртой серии обойдётся от 2 миллионов 100 тысяч рублей. И если откроем автору, то увидим, что у нас и те, и другие четвёрки начинаются с 2,1 миллиона, и цены моментом улетают к 2,5. Вообще не понимаю, кому нужны четвёрки за 2,5. Но поверьте, в случае с четвёркой цены не главное. Самое крутое, важное, и это вообще невозможно переоценить, что из Германии можно привезти четвёрку зелёного цвета. Make Green Great Again. Но, разумеется, все купе — это всё ерунда, потому что есть только одна правильная четвёрка, и везти из Германии нужно именно её. Четвёрка Cabrio из Германии обойдётся от 2 миллионов 500 тысяч рублей. И держитесь крепче. У нас цены на эти машины начинаются с 3 миллионов 100 тысяч рублей. При этом дизельный Cabrio у нас редкость, а с полным приводом предложений нет вообще. Из Германии же четвёрку Cabriolet можно привезти не только с полным приводом, но и с царь-дизелем. BMW 435D Cabrio обойдётся от 3 миллионов 350 тысяч рублей. BMW Cabrio 340i чуть дороже — от 3 миллионов 550 тысяч рублей. Но в любом случае, согласитесь, это явно интереснее, чем то, что предлагается у нас. И если вам не нравятся машины с открытым верхом, и вы думаете, что на этих машинах нельзя ездить зимой, значит, вы просто никогда не владели современным кабриолетом с жёсткой крышей. Четвёрка Cabrio — это лучший автомобиль на каждый день, независимо от континента и среднесуточной температуры. Впрочем, для тех, у кого есть вкус, но нет воображения, есть пятая серия. Как говорится, от добра добра не ищу. Пятёрку BMW G-серии с дизельным мотором и автоматом можно пригнать из Германии от 2 миллионов 100 тысяч рублей. У нас цены точно такие же, и даже есть машина за 1,8 миллионов рублей. Связано это не с тем, что пятёрки в Германии дорогие, а с тем, что у нас в своё время львиную долю 520-х BMW использовали в бизнес-такси. Теперь все эти машины в продаже, но много денег за них не попросишь, даже если очень захочется. В каком состоянии у нас продают пятёрки, я также показывал в ролике на канале Автору. Очень рекомендую его посмотреть, потому что вы сразу же перестанете спрашивать, в чём смысл везти машины из Германии. Это что, вмятина? Вмятина на лонжероне? Не допечатали букву G. И кожа? Не угадали. На BMW другая кожа, это муляж перешитый. Не знаете, к чему вели эти разъёмы? Я думаю, это остатки каршеринга как раз. А вы случайно не знаете, откуда эти дырочки? Это я и не знаю. Я такие дырочки видел в каршеринге. Но смотри, в каршеринге машина продержалась год, но весной 19-го попадает в ДТП, а летом продаётся уже на аукционе битых машин. В повреждениях нам поможет разобраться расчёт ремонта на 2 миллиона 600 тысяч рублей. Обалдеть. Но вернёмся к ценам. Полноприводная пятёрка из Германии обойдётся от 2 миллионов 400 тысяч рублей. И снова формально на Автору есть предложение за 2,1, но по сути цены равны. Однако, если перейти к машинам, которые покупали для себя, то расклад по ценам изменится. BMW 540D и 540i из Германии обойдутся от 3 миллионов рублей. Открываем Автору и видим, что первое предложение на 540-е те же 3 миллиона, но уже пятое предложение — это 4 миллиона. И не подумайте, что более высокая цена как-то повлияла на состояние. Какие 540-е продают у нас, я опять-таки показывал на канале Автору, посмотрите, очень отрезвляет. Переднее крыло и дверь по водительской стороне, ну уж прям очень сильно отличаются по цвету от капота, от бампера, от стойки, от дверей. Но если не считать, что кузов целиком идет на помойку, ходовки нет, и сработали все подушки безопасности, в целом отличная машина. Поэтому, разумеется, эти остатки кто-то подбирает, и в ноябре 2019 года машина снова продается целой. Так что забываем про наш рынок и переходим к пятерке, которую точно есть смысл везти из Германии — это M550D. Из Германии она выйдет от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Причем это нормальный дилерский автомобиль, а самый дешевый M550D, что мне попадался, вообще обходился в 3,3 миллиона. У нас же цены на M550 начинаются с 4,2 миллиона, но за никому не нужные бензиновые машины. А цены на M550 с дизелем начинаются от 4,5 миллиона. Для тех, кто отвлекся, повторю еще раз. Разница в цене на M550D из Германии и в России 1 миллион 200 тысяч рублей. Но даже если брать 520-ю, цены на которые выходят одинаковыми, то машина из Германии будет куда интереснее оснащена. В наших бизнес-эдишен, по сути, единственная опция — это салон, сшитый из кирзовых сапог. Немка же с вероятностью 100% будет с навигацией и также огромная вероятность, что будет адаптивный круиз, так как машин, оснащенных им, в Германии реально дофига и он почти не влияет на цену. А доплатив совсем немного, скорее всего, получится взять машину с панорамной крышей и спортивными креслами. А вот крутой светодиодный свет и камера кругового обзора немцы не очень жалуют и подобные опции заказывают редко. Но если хорошо поискать, то можно найти машину и с ассистентом ночного видения и с массажем. А поскольку это Германия, то, разумеется, даже самая упакованная машина может быть с тряпочным салоном. Однако немцам не чуждо чувство прекрасного, так что если надо, то в Германии можно найти пятерку и с оформлением от BMW Individual. Переходим к выбору разума. BMW X3 G-серии из Германии можно привести от 2 миллионов в 600 тысяч рублей. У нас цены начинаются с 2,8 миллиона. Самый утилитарный спорткар на планете, BMW X3 30D, можно привести от 3 миллионов в 260 тысяч рублей. У нас цены начинаются от 3,5 миллионов. X3 M40i из Германии обойдется от 4 миллионов рублей. И вот тут, как ни странно, с ценами паритет. У нас тоже от 4 миллионов. Также из Германии можно привести эксклюзивчик. X3 M40D от 3 миллионов в 900 тысяч рублей. Таких машин у нас нет. X4 G-серии из Германии можно взять от 3 миллионов в 400 тысяч рублей. У нас первое предложение 2,9 миллиона. Следующее 3,3. Ну а по сути цены начинаются с 3,6 миллиона. BMW X5 F-серии можно привести от 2 миллионов в 900 тысяч рублей. Это будет X5 25D. И в Германии это не дефорсированный трехлитровый мотор, а форсированный до 231 силы двигатель 2.0. У нас цены на X5 2017 года по сути начинаются с 3,2 миллиона. И именно в вас только обойдется X5 с трехлитровым мотором из Германии. X5 M50D из Германии можно привести от 4 миллионов рублей. У нас цены начинаются с отметки 4,3 миллиона, хотя иногда проскакивают загадочные предложения по более низкой цене. По опциям у X5 в Германии можно найти все, что угодно. Адаптивный круиз, ассистент ночного видения, исполнение индивидуал. Но, пожалуй, ключевая опция, которую у нас не найти, это 7 мест. X5 G серии тоже уже стал проходным. Цены на него из Германии начинаются от 5 миллионов рублей. У нас цены на них тоже начинаются от 5 миллионов, но из Германии машины точно будут дешеветь, потому что пока проходными машинами стали только автомобили первых месяцев выпуска, а они довольно богатые. X5 M50D G серии из Германии выходит от 6 миллионов рублей. У нас цена на них 6,3 миллиона. А вот X6 F серии из Германии везти особого смысла нет. Он уже довольно старый и выходит от 4 миллионов рублей. В то время как на автору цены начинаются от 3 миллионов 400 тысяч рублей. И, увы, нет особого смысла везти шестерку GT, разве что состояние, потому что цены на них одинаковые что у нас, что из Германии. BMW 6 серии GT с двухлитровым мотором можно привезти от 3 миллионов 300 тысяч рублей. Трехлитровую машину можно взять от 3 миллионов 560 тысяч рублей. На автору первая цена 3,1 миллиона, но по сути цены начинаются с 3,5. Ну и ценители прекрасного могут привезти остатки проходных шестерок кабриолета в серии. Такие машины выходят от 4 миллионов рублей. Цены на BMW 7 серии из Германии начинаются от 3 миллионов 600 тысяч рублей. У нас цены стартуют от 3 миллионов. Увы, в Германии Ville и Uber Black не так популярны, как у нас, поэтому с семерок после такси по низким ценам там значительно меньше. Но если выбрать модификацию 750D, то все встанет на свои места. Из Германии такую семерку можно привезти от 3 миллионов 800 тысяч рублей. У нас цены начинаются от 4,5 миллионов. Разница в 700 тысяч рублей. BMW 8 серии из Германии можно привезти от 5 миллионов 800 тысяч рублей. И ровно с этой же отметки цены начинаются и у нас. Переходим к быстрым, но не очень громким. BMW M140i из Германии обойдется от 3 миллионов 100 тысяч рублей. У нас в продаже есть только дорестайловые BMW 135i 2012-2013 года. За те машины просят по 2 миллиона. Так что цены сравнить особо не с чем. Также от 3 миллионов 100 тысяч рублей обойдется BMW M240i. Но куда интереснее, что столько же обойдется M240i Cabrio. У нас BMW 240i в продаже нет даже в виде купе, но за дорестайлинговый 235i 2014-2016 года просят 2,4 миллиона. Впрочем, за 3 миллиона у нас уже можно взять M2. А вот из Германии M2 обойдется в 3,6 миллиона. Но учитывая ограниченное предложение у нас, по сути цены такие же. Плюс не забывайте про состояние и вроде как появился снова смысл везти машину из Германии. Но пожалуй ключевое ради чего стоит ехать за M2 в Германию это машины с механической коробкой. Правда такие машины значительно дороже M2 с роботом от 4 миллионов рублей. Редкий случай когда машина с двумя педалями менее ценная. BMW M4 из Германии можно привезти от 4 миллионов 400 тысяч рублей и может быть даже дешевле. Но нормальные ровные машины от дилера с гарантией ради которых и есть смысл заморачиваться с Германией выходят от 4 миллионов 600 тысяч рублей. Если откроем автору то увидим следующую картину. Первое предложение 2017 года 4,5 миллиона второе предложение уже 5 миллионов. Но то что у нас машины дороже это не самая большая проблема и даже то что все это битые отжатые заколхоженные ведра тоже не проблема. Самое не будет ни одного предложения. А ведь правильный М4 это именно Кабрио. Вот ребята на М4 вы же много раз задумывались почему мяты на треке такие быстрые у них же вместо мотора шуруповерт. А все потому что крыша нет. М4 из Германии можно привезти от 4 миллионов 700 тысяч рублей. Это само по себе выгодно но вдобавок в Германии можно взять вот такую красоту. еще можно привезти из Германии BMW M3 но у нее крыша складывается гораздо хуже и всего один раз. Цена на нее от 4 миллионов 850 тысяч рублей. Но ровные машины от дилеров из гарантии начинаются от 5 миллионов 300 тысяч рублей. У нас цены на M3 того же года начинаются от 5 миллионов. цены на BMW i8 из Германии начинаются от 5 миллионов 300 тысяч рублей. И от 6 миллионов 100 тысяч рублей начинаются цены если брать машину у официального дилера. У нас цены на i8 начинаются от 7 с половиной миллионов то есть разница в цене 2 миллиона 200 тысяч рублей. А вот цены на BMW i3 я считать не буду потому что электрички до конца года однозначно нужно тащить через Белоруссию. Подробно в чем там суть я рассказывал вот в этом ролике. Если лень смотреть то смысл такой пока i3 из Германии в Россию везти бессмысленно и если вы ищете себе именно i3 то открывайте ссылку на автору которую я оставил в описании и выбирайте из того что уже продается в Белоруссии. Главное помните что помимо машин из Германии в продаже там есть еще и битые машины из Штатов. Теперь пара ложек дегтя. Во-первых у одних и тех же моторов в Германии и в России разная мощность. К примеру трехлитровый дизель который у нас имеет до налоговой 249 сил в немецкой спецификации развивает 258 сил и ничего поделать с этим нельзя. В ПТС будет 258 сил. То есть лишние 20 тысяч и 25 рублей в год транспортного налога вынь да положь. второе из-за резкого ажиотажа появилась проблема с наличием модулей GLONASS и резко увеличились сроки получения сертификата СБКТС но надеюсь эта проблема быстро решится. Третье в Германии тоже ажиотаж и уже давно машины сметают. Состояние машин тоже становится хуже. До наших ведер им конечно еще далеко но не удивляйтесь если окажется что пока машина жила в Германии в ней ругались матом и не исключено что даже по-русски. И самое неприятное в Германии машины дорожают причем дорожают чуть ли не каждый месяц. Плюс везти машины из Германии имеют смысл только пока выгодный курс. Я посчитал по курсу 83 рубля за евро так что если курс изменится не забудьте пересчитать цены в подписях которые я указал в евро. На этом все я пошел считать что еще интересного можно привезти из Германии поэтому убедитесь что вы подписаны а колокольчик нажат. Ну и конечно ставьте лайк если вам что-то какую пригнали бы на продажу. До скорых встреч пока-пока.